Актагайский археологоэтнографический музей был создан более 20 лет назад и является единственным археологоэтнографическим музеем из 47 районных и одним из шести археологических музеев по республике. Наличие многих исторических и культурных памятников и археологических раскопок на территории Актагайского района являлось основой создания археологоэтнографического музея. В данном музее находится один из значимых памятников бывшего союза, расположенных в В Центральном Казахстане – Бегазыда-Эндебаевская культура, которому более четырех лет, относящаяся к эпохе бронзы. В годы, когда еще музей только начинал свою деятельность, было только два отдела. А уже в 97-м году тут был создан краеведческий отдел. И по сей день работа ведется по этим трем направлениям. В организации становления музея как богатого состояния духовного наследия на радость жителей района определенную лепту внес основатель музея и спутник Алькейм Аргулан. Из этой окрестности Аманкул Мусатайула. Немало труда для дальнейшего формирования музея отдал журналист Касым Урумбетов. Стоит только переступить порог зала краеведения, первой в глаза бросается выставка «Три вождя Степного Алаша». Тут выставлены портреты борцов за независимость республики, руководители движения «Алаш», которые дают пример и урок из истории казахского народа. Каждый посетитель музея в книге отзывов оставляет свои пожелания. Одно из таких звучит так. Как смотришь экспозиции зала, краеведение словно листаешь летопись района. А в перевоплощении музея в действительности вместо исторического и духовного наследия народа, пополнении экспонатов ценными сокровищами, совершенствовании его работы особо следует отметить труд Бесековой Тургай, которая руководила музеем более 10 лет. Выставлены в экспозиции поучительная жизнь в искусстве материалы и видеопредставления о жизненных путях. Таких корифеев искусство, как Куляш Байсиитова, Магавия Хамзин, Асет, Нармин Бет и их последователи пейзажи и портреты, нарисованные масляной краской. Ром Гузел Кимбаева, Толеген Рашид, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.